Хочу показать вам ближайший курс, который мы набираем. Мы этот курс запустим в мае и приглашаем вас принять участие в нашем курсе по изучению двухфонтурного вязания. То есть три курса обучения двухфонтурному вязанию. Приглашаем вас туда для того, чтобы вы могли на вашей вязальной машинке вязать все, что хотите. Я знаю, что многие приобретают двухфонтурную машину с надеждой вязать все, что вы хотите, без ограничений. Резинки, объемные узоры. Двухфонтурная машина дает нам гораздо больше возможностей, экономит время, силы, эмоции, энергию и так далее, когда мы не набираем те же самые резинки. И дает нам возможность фантазировать, потому что мы не ограничены только планками. Все, что хотите, вы можете вязать на двухфонтурной машине. Но для того, чтобы на ней вязать, ей нужно овладеть. Двухфонтурная машина не то же самое, что однофонтурная, одна игольница. Это отдельная вселенная, которая живет по своим принципам, по своим законам. Мы не видим, что она вяжет внутри, там другие оттяжки, другое натяжение и вообще все совсем не так. Поэтому для того, чтобы освоить двухфонтурное вязание и связать, например, вот такую майку, как у меня, если у вас двухфонтурная машина и вы первый раз ее видите, это не значит, что раз простая выкройка и простые приемы, вы взяли и связали. Поэтому чаще всего проблемы начнутся прямо с наборного ряда, потому что осваивать возможности вашей машины надо тоже постепенно. Мы вас приглашаем на курс второй фонтуры «Живой поток». Так, первый курс, который вставляет из себя 4 урока. Первый урок мы с вами посвящаем разработке резинок. Резинки – это, в общем-то, основное, на что рассчитывают покупая двухфонтурную машину. Чаще всего именно этим фантазия как бы и ограничивается. Но даже резинки требуют особого подхода. На резинках и жидкие они бывают, и петли слетают, и края махрятся, и нитка зацепляется, и чего только там не происходит. Калки мешают, и натяжение не то. Но для того, чтобы вы вязали изделие, вы должны освоить принцип вязания данного изделия – резинок. Поэтому на первом уроке мы с вами вяжем резинки всевозможных видов. Наборный край и резинки 2х2, полный ластик, нестандартное начало – это резинки разного разбора, резинка 1х1 и промышленные резинки. То есть вот это то, что мы с вами осваиваем на первом уроке, на образцах. Мы противники обучения, одна технология, одно изделие. Почему? Потому что мы все разные, и то, что нравится и подходит мне, не подойдет вам. Я имею в виду изделие. Поэтому настаивать на том, чтобы вы изучали каждый прием на одном изделии – это жестоко. Вам не нужно столько ненужных вещей, вам нужна вещь, которую хотите вы. И для того, чтобы вы вязали то, что хотите вы, вам надо освоить возможности вашей машины и именно те техники, которые вы можете применить для своего изделия. Мы даем вам варианты, вы из них выбираете то, что подходит вам на данный момент. Захотели в следующий раз – применили другую технику. Получайте ваше изделие, а не повторяйте то, что предлагаю вам я. Второй урок – это прямая юбка, которую мы вяжем уже освоив первый урок. Это резинки. Три варианта. Два вида разборов и перечные планки, которые тоже являются соединителями и вяжутся в полном ласте. Все это должно совпадать по размеру, потому что там разный разбор игл, разные резинки имеют разную петельную пробу. А вот эти вот вставки, они мало того, что являются соединителями, они еще и вяжутся поперек. То есть тут мы с вами тренируем не только вязание резинок, но и соединение, и расчет, и сшивание. Только что я говорила, что не хочу настаивать на том, чтобы вы вязали мои изделия, но данная юбка является универсальной. Она подойдет практически на любую фигуру, потому что является корректирующей. То есть такая форма и такое строение юбки, она корректирует широкие бедра, вытягивает фигуру. Поэтому подойдет практически любой хозяйке. Три вида манишки. Манишки нужны не для того, чтобы они у вас были, а для того, чтобы отработать пересадку петель на резинках. Если мы делаем стяжку на резинке, то значит мы срезаем ее с машинки, делаем стяжку, навешиваем обратно и с недоумением остаемся. Останавливаемся, что же делать дальше? Оттяжки нет, а без специальной оттяжки, без гребенки машина вязать не будет. Поэтому на этих манишках мы мало того, что отработаем, мы отрабатываем разный вариант сбора внутри полотна резинки, то есть переход от одного разбора к другому, мы еще и изучаем тему, как перевешивать гребенку внутри полотна. Тоже есть масса своих нюансов, еще раз, без оттяжки, без специальной гребенки машина у вас вязать не будет. Это то, с чем сталкиваются начинающие вязальщицы и с недоумением не понимают, как же так. Все же было так хорошо, почему-то машина перестала вязать. Четвертый урок. Шапка с косой. Представляет из себя те же резинки, но связаны очень хитро. Посередине у нас идет коса, мы начинаем вязание шапки, все петли у нас идут в одном направлении, а потом они неожиданно направление меняют. То есть резинка продолжает идти по голове, а резинка, которая шла сбоку, втыкается в эту косу. Прием очень интересный. Те, кто у меня вязал, справились все, потому что мы все-таки приглашаем на этот курс тех, кто хоть немного владеет первой фантурой. Это значит, что пройдя нашу школу, вы отлично владеете двумя фантурами. Вот такой прием не для того, чтобы вы получили эту шапку, а для того, чтобы вы изучили возможности изменения направления на вязание резинок. Самым простым способом. То есть, когда провязываете вот эту шапку, вы удивитесь, насколько просто можно выполнить изменение направления полотен. После этого вы можете взять любой джемпер, свитер, платье с изменением направления резинок. Знаете, сейчас носит, когда резинка одна втыкается в другую. Если вы будете вязать такой на машине, умрете, там пересадки делать. Такой способ элементарен, прост и очень эффект. Потому что, глядя на это, непонятно, как это сделано. Выполняется крайне простыми приемами. Отчеты учащихся. Несколько шапочек представляю. Подтверждение того, что получаются у всех. И видите, насколько аккуратно получается. Стоимость обучения на первом курсе без скидки у нас идет 4000 рублей. Если вы платите сейчас, скидка идет 30%. Если вы оплачиваете все три курса сразу, то у вас будет стоимость 6000 рублей. То есть, скидка в половину. Второй курс. Это круговое вязание. Мы с вами вяжем рукавичку бешва круговым вязанием. Фокус в этой рукавичке в том, что мы меняем цвет на полосках без ступеньки. Если вы знаете, что при смене цвета на круговом вязании у вас получается очень неэстетичная ступенька. Я показываю прием, как этого избежать. Плюс к этому, видите, у нас такое кривое полотно. И все это круговое вязание бесшовно происходит. То есть, мы учимся вязать круговое вязание на самых простых приемах. Второй рук. Это колготки круговым вязанием с косой по боку. Если вы представляете, что такое круговое вязание, то, значит, сбоку мы делаем убавки. Значит, коса у нас пойдет по середине ноги. Так и вяжут коса с середины ноги. Потому что убавки идут по боку. Это традиционный подход. Мы традиционные подходы не любим. Мы любим придумывать собственные техники, собственные повороты неожиданные. Поэтому мы делаем косу по боку. Коса у нас идет на нужном месте, но при этом колготка у нас идет без швов, потому что связана круговым вязанием. Хитрые приемы, которые позволяют избежать традиционного подхода. Кроме кругового вязания, на этом же курсе мы проходим складки. Гофре-плиссе долевого вязания на примере юбки. То есть, мы изучаем, что такое гофре, что такое плиссе, чем они отличаются, какие бывают разборы иглы. Провязываем массу образцов. Выбираем тот из них, который нам больше подходит, больше нравится, и провязываем юбку. Юбку можно вязать в мини-формате, можно вязать натуральный размер. Мы сторонники того, чтобы вы не вязали вещи, которые вам не нужны, которыми вы не хотите носить и не будете захламлять свой гардероб. Вам будет жалко пряжи, времени, силы и так далее. Если вы вяжете мини-формат, вы отрабатываете урок, вы полностью отработали технику вязания, но вещь эту не получили, она вам не нужна. То есть, секрет этих юбок в том, чтобы убрать шов так, чтобы его не было, и при этом, чтобы вы полностью провязали данное изделие. Если есть дети, у меня вязали женщины, очень красиво смотрятся, очень изящно и элегантно такие вот юбки. И плесе-гофре поперечного вязания, тоже на примере юбки. Далевое вязание, что там фокус? Фокус в расстановке игл. А вот поперечное вязание, там это один большой-большой фокус. То есть, таким образом, ну я не видела, честно говоря, что кто-то вязал, пришло в голову, почему бы не связать поперек. Получается необыкновенная красота изделия, но оно очень тяжелое. Но при этом само держит форму. То есть, его даже запаривать, оно раскладывается полностью в солнышко, если разложить, и получаются вот такие вот складочки. Здесь фокус на фокусе. Как сделать так, чтобы у нас белая подложка не торчала. То есть, мы там специальный прием применяем. Как делать так, чтобы у нас были закладки в одну сторону, в другую. Но сами понимаете, что поскольку изделие поперечное, оно не имеет швов. Оно целиком вот так и вяжется. Плюс к этому у нас складки имеют разный размер. С нижней части и верхней. То есть, это еще и частичное вязание. То есть, тут достаточно много всяких наворотов в этой юбке. И опять же, вяжут все, кто вяжет, кто приходит к нам учиться. Да, она занимает время, она занимает силы, но эффект того стоит. И третий курс у нас посвящен узорам. Узоры это излюбленная, наверное, тема очень многих, потому что вторая фантура позволяет вязать объем. Одна фантура это, как правило, жаккарды, фанги и ажуры. Вторая фантура это объем. Узоры объемные, без складок. Складки мы проходили в прошлый раз. Масса, масса узоров, которые позволяет нам вязать вторая фантура. Чего тут только нет. И распуски, и араны, и теневое вязание, и репс, и сдвиг, и все остальное. Это то, что мы можем себе позволить, имея две игольницы. Мы вяжем массу образцов, и когда вы будете вязать свое изделие, вы понимаете уже, как это выглядит, технику вязания, и понимаете, какой из узоров вы бы применили. Причем не только эти, а на их основе вы можете придумать что-то свое или увидеть где-то в интернете, понимаете уже, как это вязать. То есть, мы не настаиваем на том, что вы повторяете, как я, и никак иначе. Ни шагу в сторону. Наоборот, мы даем им полную свободу применять те знания, которые вы уже получили. Второй берет, фактурная шахматка, объемная. Исполнить можно исключительно на второй фантуре. То есть, тут никакими... Ну, можно, в принципе, если очень захотеть, можно и на одной игольнице связать, но тут действительно проще уже вручную. Фокус берета в том, чтобы вывести макушку в нолик. То есть, тут сплошные еще и убавки внутри полотна. Но девчонки вяжут и получают массу удовольствия. То есть, чем больше полотна, тем интереснее будет эффект. Очень мне нравится этот берет. Третий урок. Частичное вязание. Если вы представляете, что такое частичное вязание на одной фантуре, представьте, что вы не видите, что вы вяжете, у вас нет оттяжки. И как только пропадает оттяжка на полотне, у вас стопорится машина, рвется нить. И хорошо, если будет целая каретка. То есть, частичное вязание на двух фантурах требует особого подхода. И поэтому вывели его на третий урок. Частичное вязание на узорах со сдвигом. Частичное вязание цветное. Частичное вязание двух видов. И частичное вязание при вязании двоеобразной горловины. То есть, мы ввязываем все без отрыва нити. Получаем открытые петли, которые мы можем оформлять по своему усмотрению. Это особый прием вязания, который мы проходим на третьем уроке. То есть, данный урок, опять же, не рассчитан не на то, что вы свяжете какое-то конкретное изделие, а на изучение всевозможных техник вязания, которые вы можете применять по своему усмотрению. И четвертый урок, мужской джемпер, капучино, в котором у нас включены и одна игольница, и двухфантурные узоры, и резинки. И плюс к этому очень необычная горловина, которая вывязывается в едином полоте. Данная конструкция изделия такова, что у нас получается огромный широкий квадратный вырез. Для мужчины это недопустимо, конечно. Поэтому вышли из положения, провязываю вот такой вот резинкой ворот. Необычный конструктор. Еще раз скажу, он вяжется в едином полоте, пришивается к нашему изделию. Фокус на фокусе, опять же, тоже придумывая и провязывая это изделие, получила огромное удовольствие. Девчонки, которые вяжут, тоже достаточно с большим удовольствием и с большим энтузиазмом откликаются на это изделие. Потому что оно того стоит. Если нет мужчины, которому надо вязать, вы можете связать это в женском варианте. Самое главное отработать построение, моделирование. Здесь, кстати, очень интересное моделирование рукава идет. И соединение узоров, резинов и кулер. Стоимость обучения, еще раз напомню, на одном курсе в реальной жизни обычно у нас 4000 рублей. Со скидкой сейчас, пока идут вот такие вот непонятные события, у нас 3000 рублей. При оплате за все три месяца, за все три курса единоразового, скидка 50% за 6000 рублей. Вы получаете доступ к трем курсам фонтурного вязания. Начало, начале мая. Поэтому, если у вас есть двухфонтурная машина, если вы хотите на ней вязать без ограничений, все, что душа попросит, добро пожаловать на наш курс. После этого, ну, никакие дополнительные занятия по двум фонтурам вам уже будут не нужны. Потому что все основные возможности двухфонтур мы с вами за три курса пройдем. После этого, если вы хотите что-то вязать по чужим каким-то урокам, мастер-классам, вы можете просто, глядя на это изделие, повторять. Вам не нужно будет проходить никакие дополнительные курсы.